Ну что друзья, всем привет, с вами Клауд И сегодня у нас будет необычное видео Видео будет экспериментальное, потому что в принципе Я просто хотел поставить кое-какую одну фигню Которую мы сегодня с вами построим, я очень надеюсь И с ней поэкспериментировать Поэтому сегодня отдохнем от подарочек, от постройщик Будем создавать что-то интересное сами Надеюсь вам будет интересно, друзья, погнали А именно, друзья, мы сегодня с вами будем создавать Собственно говоря, колесо Но это будет не просто колесо, это будет транспортное колесо Короче говоря, сейчас будем создавать И вы поймете, что я имел ввиду Ну а начнем мы, друзья, вот с такой примерной конструкции Это будет начало вот того самого колеса Смерти, которому... Почему смерти? Это просто будет такой транспорт, грубо говоря В котором вы будете сидеть, грубо говоря, внутри Ну, пока я так это дело задумал На самом деле, как это будет работать, без понятия Но мне кажется, это получится очень забавно и интересно Вот эти вот пластины, это будет протектор Нашего колеса, то есть будет формирование обода Нашего колеса, то есть оно вот так вот будет Поворачиваться, а сидеть я буду Внутри примерно вот таким вот образом Вот я поставил сидение, вот таким способом я буду Сидеть и я думаю, что все будет Хорошо, но у нас здесь, видите, свободные шестеренки Я не знаю, как это будет работать, у меня просто пришла мысль в голову сделать вот такую штуку И я просто хочу попробовать сделать, потому что никогда такого не делаю И мне кажется, это будет интересно и вам, и мне Ну что, друзья, получается вот такая вот конструкция Очень похожа на какой-то крест, вам не знаете какой? Ну, какой-то зигу типа того, да? Ну, я так намекнул немножко Вот, это как-то мне получилась штука, смотрите В итоге, друзья, если взять вот такой соединитель, то мы видим, как примерно сположена вся система, да? То есть вот так вот она примерно будет работать Сейчас только надо сделать так, чтобы это все дело классно сложилось в колесо Не уверен, что идеально получится, но будем пытаться Ну что, друзья, настал момент истины, давайте попробуем, посмотрим, что будет Я вроде все правильно выставил, но не уверен По-моему, согласен, что это не то Не совсем похоже на колесо, но я думаю, что сейчас поправим Ну что, друзья, момент истины, смотрим, что получится Не, ну реально колесо получилось По-моему, нормально работает Или слишком большая игла, я вот не знаю, может быть, что-то поправим По-моему, почти идеально получилось Думаю, что можно будет экспериментироваться, в принципе, на таком Как вы видите, вся проблема в том, что здесь, видите, подшипник свободный И, естественно, поскольку центр тяжести кресла самого у нас получается выше Он, естественно, переворачивает Поэтому мы сделаем здесь противовес, друзья Вообще, эта система выглядит вот таким вот образом, смотрите Теперь попробуем сделать что-то с этим сиденьем Но у меня есть два способа, как двигать это колесо Первый из них это у нас получается двигателем Второй из них реактивный двигатель Попробуем и тот, и тот вариант Посмотрим, какой из них лучше Потому что делать на двигателе есть кое-какие проблемы Не уверен, что получится нормально Но у меня есть кое-какие идеи Я думаю, что, возможно, тоже получится Но сначала нужно сделать так, чтобы вот здесь внизу всегда было очень много веса Прикол в том, что один из самых тяжелых блоков в игре Это туалетный блок Но давайте будем его использовать, почему бы и нет Для этого нам нужно вниз добавить как можно больше веса Ну давайте пока попробуем вот так Посмотрим, что, в принципе, произойдет Отменяем И, как видите, кресло всегда будет в нужном нам положении находиться То есть, понимаете, да, смысл? Хорошо, вроде работает, вроде круто выглядит Давайте посмотрим, что будет дальше Теперь наша задача поставить, допустим, сюда мотор Конечно же, мы будем использовать, скорее всего, электрический мотор Потому что у него гигантская тяга Поэтому именно электрический мотор нам, скорее всего, здесь понадобится Но, возможно, попробуем также использовать и обычный мотор Но мне кажется, электрический мотор будет идеальным вариантом И попробуем подсонить вот это вот сюда Посмотрим, что будет происходить Но мне кажется, будет полная дичь творится Я не знаю, что будет происходить Давайте немножко мощности добавим Какие-то электрический мотор Он очень медленный А тот с большой тягой Давайте посмотрим Мы сейчас сложимся Что же будет, если я просто нажму? Мне кажется, я буду сам крутиться А, вот видите, крутится шестеренка внутри С вами покажу, что происходит На самом деле, сейчас поближе поставим Вот видите, кубик внутри, да? Видите, он крутится? Вот я этого боялся, что так не получится В принципе, эта физика так и не должна была получиться Но у меня есть идея номер два Как это пофиксить Это будет прикольно Я воспользую, конечно же, поршни Давайте посмотрим Вот эти поршни Я поставил на этот блок эти поршни таким вот образом Чтобы они могли фиксировать соединение, грубо говоря Итак, друзья, готово Только единственное, что нам нужно Эта штука, наверное, все-таки по клавишу включать Либо делать так, чтобы А, подождите, я могу ли я поршень напрямую подсоединить Сразу к сиденью? Нет, не работает таким образом Поэтому будет составить, конечно же, клавиша Итак, друзья, момент истины Складываемся Господи, боже мой Ну это прикольно, на самом деле Давайте теперь попробуем это сделать Смотрите, что будет Я выдвигаю поршни Ага, они прямо насквозь пробились Ага, тут, видите, у нас проблемы небольшие Хорошо, друзья Сейчас должно все нормально работать в теории Но это не точно Ну классно надо работать Она уже видит, наверное, что классно работает Я, конечно, мог поставить реактивный двигатель И она будет, в принципе, нормально работать в теории Но хочется же по-научному Да, вот видите, я эту штуку кручу Теперь вот такая вот штука Причем прикол в том, что они сами раздвинутся Так О, зависли, смотрите И нажимай газ Все, мы не можем двигаться Не хватает мощности Серьезно, прокрути Давайте пробуем максимальную мощь поставить Давайте попробуем еще раз Слишком быстро Слишком быстро, мне кажется, все-таки двигается Двигатель Так, пробуем Зацеп пошел Ну, не хватает мощности толкнуть Да не может быть Видите, не хватает мощности толкнуть шестеренки Я-то думал, хватит Мощности не хватает Вот так, видите, толкает Подключаемся И все Ну вот Ну вот Толкай, толкай Он должен был толкать Ну, ну Неужели это не работает? Ну, это же логично Должно работать Какого лешего вообще Хорошо, друзья Давайте попробуем пока банальный способ Поставим обычную реактивную тягу И посмотрим, работает ли вообще вот это с реактивной тягой Потому что что-то у меня уже есть подозрение Что вообще-то работать не будет Так, ну давайте теперь попробуем Складываемся Что же это будет? Оно даже так, кстати, не толкает Капец просто Не так легко сделать, как оказалось Да, вот Казалось бы, должно работать Но не работает почему-то Вроде даже, кстати, правильно Так, толкаем Хорошо Допустим, мощности не хватает Ставим максимальную мощность Так, ну вот так вот работает Совсем у нас ровный круг получился Конечно, надо делать немножко по качеству Он, по-моему, самка хочет так поворачивать Но этой мощности уже хотя бы хватает Хорошо И какая у нас проблема? Проблема в том, что вот эта штука Бывает при ударе заходит внутрь И когда она заходит туда внутрь Вот сюда вот внутрь Уже получается проблема с кругом Возможно, эту проблему можем решить Добавив еще по одной штуке вот сюда Итак, поставил более симметричный двигатель И увеличил эту штуку Давайте посмотрим, что будет примерно происходить Возможно, будет через немножечко получше Но это не точно, друзья Давайте, по-моему, покататься Вроде катается так Бум-бум Вроде держится Вроде как бы форму сохраняет, да, получается? Или мне кажется? Какая дичь вообще, если честно Господи, боже мой Естественно, на этом колесе вообще можно как-то проплыть? Ну что, друзья, я подошел это чертое колесо К нашим водоемам Давайте попробуем Попробуем посмотреть, плавать ли вообще Можно как-то не выходить Просто, ребята, стало реально действительно интересно Что будет происходить, когда мы закатимся на воду Блин, мы перевернулись, друзья Так нечестно Например, вот так это происходит Что-то пошло не по плану Все, должно получиться Давайте попробуем Так А я буду ехать на этом колесе Ну она плавает Но она, видите, получится вес как-то Опять то же самое, так и с другой стороны Слушайте, ну она вроде как даже ехала Или мне показалось Что, 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 что Что? А почему так на... В смысле? Что произошло? Подождите Что-то происходит непонятно или что? Все нормально, все нормально, друзья Отбой Так, хорошо, поехали Ну хотя бы так, поехали Посмотрим вообще, что будет происходить Когда мы заедем в воду Так Можем ли мы по воде двигаться? Просто интересно Нас переворачивает, друзья Почему-то Нас переворачивает Нас почему-то трясет Сплошная эпилепсия какая-то происходит Лодяная мельница какая-то происходит Короче, друзья Я в итоге очень много Экспериментировал за кадром Как же лучше все сделать И у меня получилась эта версия Этого самоходного колеса Который я вам сейчас покажу Расскажу, как они работают Какая из них версия лучше Решите вы сами в комментариях Это версия, где я пытался Передать крутящий момент С помощью колес И также, помимо прочего Еще с помощью Вот таких вот мартеров Но они зажат Немножко по другой технологии Многим имеем вот такую штуку Но они здесь полностью заварены Смотрите В один большой амортизатор, да? И также здесь есть колеса Которые тоже крутятся И помимо прочего Я максимально сократил конструкцию Сделал ее максимально легкой И вот эта первая версия Она не работает Здесь невозможно передать крутящий момент Почему-то Через колеса туда Ну, видимо, так сказать, механик устроен То есть какой смысл был Вот этого колеса Вы разгоняетесь Зажимаете клавишу И она блокируется И вы должны к следующему моменту Собственно, с помощью колес Передавать и ехать вперед Но, как видите Работает так себе Не совсем корректно Она пытается дергаться Но, к сожалению, усилий недостаточно Друзья, смотрите Сейчас еще раз покажу Так, вот, допустим Подъезжаем Зажимаем Сейчас он зажмется вот так вот И пытаясь Пытаясь ехать вперед Назад Вперед Она же начинает ломаться Видите, она как бы дергается Даже, видите Вроде как Все, чем он передается Но недостаточно и мощно Не хватает Версия номер два Это версия с двигателями Она полностью рабочая Здесь, конечно же, партия сделана на глюке Вон стоит амортизатор И вы сможете посмотреть Она прекрасно работает Причем прекрасно Можно закатывать на любые поверхности Никаких проблем с этим нету Долго двигателей хватает Но, единственное, что Я пробовал все версии Все версии очень фигово плавают К сожалению То есть они постоянно переворачиваются Допустим, сейчас мы заедем Сажать или аккуратненько заедем Все равно мы перевернемся в итоге Видите, что происходит Вода вот так вот устроена В итоге потом получается вот так вот Прикольно, конечно, смотрится Но смысла никакого Вообще, этот вариант кольца Мне больше всех нравится Потому что он более адекватно катается Да, у него есть проблемы с поворотами Ну, в принципе, как у всех Ну, вот смотрите, как классно Идишь на одной плоскости А кольцо вокруг тебя вращается По-моему, это офигительно круто Ну, мы идем дальше Мы посмотрим третий вариант Тоже очень интересный А вот, ребята, и он Он сделан на зажиме Вот этих двух мартеров То есть так же сделан как повороты То есть я тоже не зажимал здесь Полностью не заваривал всю эту систему Хотя она почему-то пишет, что она заварена Но это очень странно Видимо, нажимает на подъемник Видите, система не заварена И, в принципе, хватает Двух амортизаторов Чтоб нормально кататься Давайте посмотрим Она не всегда идеально стартует Но если стартанет То все будет классно Смотрите И пытается сейчас Вот Сейчас Так Хе-хе-хе Я же говорю, есть проблемы небольшие Давай Но толкает, толкает Видите, толкает, смотрите Безреактивный двигатель толкает Хе-хе-хе Даже, в принципе, на одном мартере толкает Заметьте Вот даже могу поворачивать Но очень медленный вариант Я, конечно, могу целую кучу мартеров нацепить Может быть, еще круче толкает Но, блин, это рабочий вариант И он даже неплохо заряжает на горке Смотрите На небольшие такие горки В принципе, тоже рабочий вариант Ну, видите, вот так примерно это происходит Нужен зацеп просто нормальный Хе-хе-хе Вот пытается на горку заехать А-а-а, все, не хватает мощности Но сдувая этот способ И есть задний ход, ребят Смотрите Он может захотаться назад Так Вперед, поехали Нужен зацеп Вот он Так, сейчас, секундно, зацепимся Так Все, любимый мартер зацепился Теперь можно ехать дальше Тоже прикольно смотрится Мне кажется, это просто банально весело Ребята, если знаете какие-то свои крутые способы Как сделать такое подобное чертовое колесо Пишите об этом в комментариях, обязательно попробуем На этом все, надеюсь вам было интересно С вами был Клауд, всем спасибо, всем пока